кручу 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 педали кручу с горы с горы с горы как птица лечу и так путешествие на восток день 2 за вчерашний день проехала проехата 689 километров сегодня надо доехать до арзамаса у меня там забронирована гостишка хотел я была проехать через всю москву напрямую но на первом же светофоре я почувствовал как голова начинает в шлеме плавится посмотрел на градусник а он показывает мне 26 градусов июль вспомнил что он июль сегодня как вы можете заметить по моим рукавам я еду в джинсовке и похвалил я себя что взял ее с собой потому что в моей куртке в такую жару ездить нереально метаморфоза мотоциклетные вчера только я ехал и думал как бы утеплиться потому что было плюс 13 плюс 12 а сегодня вот уже жара и не знаешь как от нее спасаться вернее я знаю но количество этих способов ограничено можно намочить подшлемник можно намочить одежду все можно ездить майки и шортах но я такое не практикую в одном из видео я назвал бортовой термометр градусником и кого-то из зрителей это покоробило что градусник это другое но блин это же ради красного словца неужели вы думаете что я не отличаю термометр от градусника кстати чем они отличаются и чем дальше мы будем ехать от знакомых мест тем больше я буду говорить неправильно названий населенных пунктов городов ну реально живешь и думаешь что допустим город саров все время думал что саров а оказывается царов но надеюсь хотя бы с рзамасом я не ошибся так вот хотел я проехать москву насквозь но понял что эта идея плохая и решил ехать по мкаду вообще навигатор мне предлагал некую северо-восточную хорду почитал про нее и понял что я должен буду заплатить 950 рублей за проезд по ней потому что я транзитный транспорт и как-то 950 рублей мне жалко за 100 километров что ли хотя я вчера за 85 заплатил 440 ну короче нет не хочу я ехать по хорде поеду по мкаду о какой боевой восход урал это же урал оппозитный двигатель точно это же или урал с коляской или днебр я так вот не могу понять бак так вообще от минска от какого интеллекта восхода а спереди дисковые тормоза по и второй тоже с колясочкой вот кстати интересно я понимаю гонки до гонщику прикольно ехать но ради чего второй вот этот пассажир то участвует в гонке который вот свешивается с этой люлечки ну в чем прикол я честно не понимаю процессе управления ты вроде как бы и не принимаешь участие хотя нет принимаешь они ж открениваются но все равно как-то это пассажир в гонке мне кажется страшно но раз люди участвуют значит в этом что то есть камеру диджа я поставил в режим таймлапса посмотрим насколько она сможет спрессовать пространство и вообще имеет ли это смысл и благо что у нее есть экран это чудо для меня и я сразу смогу посмотреть удачные ли я поставил настройки или неудачные я поставил по-моему каждые 10 или 15 секунд делать фотку и тогда он три часа мне обещая спрессовать в минуту заехал я во вкусвилл купил себе лазанью на перекус как-то волею случая попробовал именно от вкусвилла лазанью и она мне понравилось и решил вот повторить яндекс просто не затыкается количество камер здесь безумно и она постоянно мне что-то говорит камера туда камера сюда отвлекает вот так вроде и бомб штурм то сложно назвать потому что с одной стороны вот я сижу на заправке вернее не на заправке а под тенью от ценника заправки у дороги потому что вот дорога здесь но при этом я ем и еду из вкусвила которая между прочим стоила 379 рублей в общем такой бомб штурм с элементами лакшери и кстати я же купил складной поджопник чтобы можно было сидеть где удобно но на чем я сижу правильно на голом бетоне вот на этом потому что лень доставать из сумки этот самый поджопник ну в следующий раз наверное достану на заправке вот перетер с товарищем из казани он мне рассказал что на платке которая идет на казань нету пунктов оплаты типа проезжаешь под камерами а потом ищешь на сайте розавтодора и платишь попросил на заправочке разогреть еду и хорошо поел да без навигатора возможно я бы не попалась ладно посмотрим как действует эта система оплаты на сайте потому что я честно говоря бы ждал пункт оплаты и все ждал бы ждал а потом бы думаю ну ладно наверное еще она не платная и мне бы честно говоря не пришло в голову искать себя на сайте по номеру мотоцикла чтобы узнать сколько я должен денег заплатить вот такой вот я отсталый человек а что вот меня хотите если со мной едет фотоаппарат смена 8 м навигатор оптимистично показывает прибытие в гостиницу 1850 я смело плюсую час полтора 7 но думаю в 9 вечера должен быть 422 километра мы с парнем то поболтали а познакомиться не познакомились поэтому я не знаю как его зовут вот так бывает когда перекинулся пары слов даже имени спросил это мотоцикл кстати у него китайская реплика honda cbcb 400 короче какая то сибиха но не та которая четырьмя цилиндрами в ряд а это одногоршковая а стекло у него от ижа я специально спросил потому что уж очень характерный вид имеет мотоцикл ну что это уже платка или не платка у него крейсер 110 у меня типа 140 но я думаю что на следующей заправке мы с ним снова встретимся так ну когда начнется уже 130 ограничения хорошо в рубашечке ехать прям кайф но под рубашечкой черепашечка я не просто в рубашечке как аутло впереди камера на 90 я же по оплатке еду какая камера на 90 впереди платный участок автодороги м12 ну что ж москва прощай вообще сейчас заправился и подумал что наша жизнь проходит по подписке хочешь поесть заплатить и хочешь заправиться заплати хочешь проехать по дороге заплатить заплати заплатить заплати заплати оплата на автодор ты вы а вот где написано я не успел прочитать 808 вот тут тарифы мелким шрифтиком написано чтобы не успели нихрена прочитать У него еще вот канистра немножко нависает над номером, типа камеры не берут. Лайфхак. Когда я вижу указатель на электроугли или электроугли, мне сразу в памяти всплывает картинка электроуничтожитель. Плакат с терминатора стилизованный под постер к советским фильмам. Знаете, многие считают платные дороги скучными, типа вот, по ним пилишь, ничего не меняется. А с другой стороны, ведь это же классно, когда можно хреначить с большой скоростью долго, не останавливаясь, без всяких светофоров, перекрестков. Это же кайф. Если вы с собой находитесь в согласии, это же классно. Едешь, какие-то мыслишки внутри себя гоняешь. При этом управление не забирает какого-то большого внимания. Едешь себе и едешь. Мне кажется, в этом тоже есть какой-то кайф. Потому что, ну где вы можете ехать, допустим, час подряд со скоростью 150 км в час? Ну, практически нигде. Кстати, почему 150? Здесь же 110 разрешено. Значит, надо ехать 130. Ну, я думаю, что вы поняли мою мысль. Друзья, минутка полезной рекламы. Нужно обновить мотоцикл или экипировку? Все это можно сделать в одном месте у моих партнеров в торговом центре Формула Х в Москве. Формула Х объединяет более 70 мотокомпаний, собранных под одной крышей. Мотоциклы, квадроциклы, запчасти, всевозможная экипировка, а еще лодки, снегоходы, силовая техника. Это 4 этажа или 5 футбольных полей товаров для нас с вами. Я проверил, у них есть все. Нужны мототовары? Начинайте с Формулы Х. А еще Формула Х представлена теперь на всех видеоплатформах. Продолжайте смотреть интересный контент про мотоциклы и путешествия в хорошем качестве, без проблем с доступом. Подписывайтесь на каналы Формулы в ВК-видео в Рутубе и смотрите, где удобнее. Все контакты Формулы и ссылки найдете в описании под этим видео. Очень много попадается харлиистов на электричках и все исключительно в футболочках и в шлемах этих половинках, ну как арбузная корочка. С утра сегодня все-таки предел крепления для навигатора по-нормальному. Опять же себя похвалил за то, что этот кусочек кожи я не выбросил, а положил в сумочку. И он у меня года три, наверное, ездил у этой сумочки. И вот его час настал. Я из этой кожи вырезал несколько полосок, подложил подкрепление и нормально затянул. Почему, собственно, я стал заморачиваться с держалкой для навигатора? Потому что ведь у меня есть сумка. Короче, ну, во-первых, в сумку неудобно лазить, это я уже говорил. Но есть еще один момент. Я поменял телефон этой зимой на такой же дешевенький Xiaomi, только 12-й. У меня был 10-й, а этот 12-й. Так вот, в этом сезоне, когда у нас в Питере началась жара, а в Питере бывает жарко, короче, он начал у меня перегреваться и отключаться. Когда я положил вот эту сумку, а я как раз ехал забирать Африку на обзор на Васильевский остров. Мне нужно было попасть, а я там слабо ориентируюсь. Ехал с навигацией. В определенный момент он мне пишет. Я перегрелся, и все, до свидания. Отключает приложение, Bluetooth и гаснет экран. И я подумал, что, возможно, если этот телефон будет не в сумке, а на ветру, то его будет обдувать, и он будет меньше греться. Но вот, по крайней мере, по МКАДу это сработало. Плюс 27 под солнцем, он нормально себя чувствует. Ну, а сейчас, наверное, и подавно должен нормально себя чувствовать. Тут все-таки ветер гуляет. Владимирская область. Просто толпы мотоциклистов на М12. О, киржач. Фары делают киржачи. А вот интересно, почему мурашки выступают, когда с горки спускаешься. Вот здесь вот сейчас, ну, не горка, но дорога поднимается вверх, опускается, поднимается, опускается. И когда вот поднимаешься наверх, смотришь, впереди тебя вот это да открывается, и ты такой вниз. Ух! И мурашки такие, эх! И ты такой, ах, хорошо. Не зря поехал. Странно, что все толпы мотоциклистов едут именно оттуда. А со мной только вот товарищ с Казани. Как мне показалось, большинство Харлеев. Харлеи и Голды. Голды или Голды. Есть, конечно, и разные туристы, но глаза бросаются, конечно, вот эти вот ребята в майках. Причем мне попадались и в куртках, и в дождевиках каких-то. Кто в чем. Я, естественно, еду в раскоряку. Так и ноги можно подразмять чуть-чуть, кровообращение восстановить. Ну и что там скрывать? Промежность обдувается. Жарко же, 26. Время мечтать о белом шлеме. А мы же ты не врали. Те, что скучно ехать по баске. Вот я 40 километров проехал, все вроде мысли уже перегонял. Хочется что-то посмотреть. К скорости организма привыкла. И кажется, что ты не особо сильно едешь. Хотя меньше 130-140 я и не ехал. Но уже как-то пейзаж действительно проплывает медленно. Ничего не меняется. Никаких домиков, ни речушечек, ни озерчиков. Возможно, есть. Возможно, есть. Немного скучности. Но. Но. Зато мы быстро и комфортно перемещаемся. К Арзамасу. Ну и, кстати, дальше у меня не будет, по-моему, платных дорог. Ну и, в принципе, я хотел от Питера просто отъехать. Поэтому выбор осознанный. И, конечно, кто-то, да никто, да хрена народу может проехать от Петербурга до Нижнего или до того же Арзамаса за один день. Выехав с утра и к вечеру уже заселяться в гостишку. Но я так не могу. Мне давай ночевочку, постельку, душик и вот это вот все. Буржуинство. 146 у меня показ навигатор. 139 показывают GPS. Я вроде как бы обгоняю машину, но все это происходит как в замедленном кино. Потому что сама машина тоже едет. 130, наверное. Поэтому и авгоны даже кажутся такими какими-то вялыми. Хотя происходят они на большой скорости. Это была минутка скучности. Не скучно, нет, не скучно. Я же веселый. Скучно это тем, кто сам скучный сам по себе. А я же не скучный сам по себе. Мне же весело. Да ни хрена не весело. Пилишь себе и пилишь. 140 еду, а расстояние не уменьшается. Как будто вот стою у поля и все, и на меня ветер дует. Но двигатель крутится, ловешка мутится. Ловешка мутится с отрицательным успехом. Проехал 130 километров. Надо, наверное, подзаправиться. Блин, а что такие очереди-то? Это что, за бензином такие очереди? А, это парковка. Большое кафе. Лук-кафе. Вклинился между машин, а то тут человек уехал, не уехал. А как далеко идти платить-то, блин. С края заправки аж вон туда в кафе. А что, нельзя было, чтобы можно было заплатить телефоном прямо там? О, жесть какая. О, какое прикольное. Шестнадцатая. Добрый день, шестнадцатая, девяносто и пятьдесят пятьдесят пятьдесят. А я думал, только с символикой зенита вот это бывает. Набросил на вентилятор, да? Короче, как я и говорил, мы с этим парнем опять встретились на заправке. Я приехал, наверное, минут на пять-семь раньше, чем он. У него крейсер 110, а у меня 130-140. Разницы вообще никакой на сто километров практически не было. Купил вафли Акульчев по грабительской цене 119 рублей. Они в фикс-прайсе по 49 были. Вон он, мой казанский друг, стартует. Отсюда слышу тарахтение его двигателя. Вот он приехал не сильно позже меня, заправился и поехал дальше. А пока я здесь вот чаепитиями занимаюсь, он уедет так, что я его больше, наверное, не догоню. А у него там что-то 27 всего лишь конников. После лоза не искусило цены в этом кафе не кажутся уж сильно высокими, но на самом деле они здесь не маленькие. Ну, либо надо больше зарабатывать. Короче, 282 километра еще до отеля. Температура растет и в такую жару ехать, конечно, не очень здорово. Сейчас намочил подшлемник водой. Километров на 20-30 хватит, потом высохнет и снова станет жарко. Если так дальше будет, то не придется ли переходить на какой-нибудь утренний, вечерний режим перемещения, а на день объявлять сиесту. Ну, это, конечно, не очень удобно будет. А как ни крути, все равно план-то на день у меня один. С утра просыпаюсь, ну, где-то до обеда смотрю достопримечательности, город, а после обеда стартую в следующий. Получается, что выезд все равно или в обед, или в послеобеденное пекло. И непонятно, как это можно сдвинуть. Ну, ладно, посмотрим. Ура, ура, какой-то водоем. Хотя бы изменение ландшафта минимальное. Не написано, что за водоем, но с обеих сторон дороги есть. Назовем это Романовские пруды. Я бы сейчас искупался бы. С наядами, с обнаженными. Да хрен с ним, можно и без обнаженных наяд просто. Но с наядами прикольнее. Главное, чтобы вода не сильно холодная была. А то героизм съежится. В мою сторону байкеры едут. Я еду 140, а они выезжают от меня. Сейчас на электронном табло было написано, что оплата без штрафа в течение 5 дней. Получается, что 5 дней есть на оплату. Но лучше не тянуть, наверное, а то забудешь потом и все. И насчитают штрафных санкций. Наконец-то попутные мотоциклисты, которых я догоняю, а не которые меня обгоняют. А это те же самые, по-моему. Вот, первый указатель на Арзамас появился. До этого не было километража до Арзамаса. 138 километров. Какие-то конструкции появились. Наверное, мосты сейчас будут. Интересненько. Соотношение байкеров оттуда и туда 10 к 1 примерно. Если не больше. О, какой красивый мостик. Белые розы, белые розы, беззащитные шипы. Что с вами сделал? Снег и морозы, лед и витрин голубых. Интернет пропал, песни не поют. А развлекаться-то как-то надо. А я уже исполнил все, что знал. Кино, киш. И вот вспомнил, что я еще знаю ласковый май. И снова седая ночь. И только ей доверяю я. Но эту песню я вам свою позже, когда поеду через седую ночь. А то у вас уши в трубочку свернутся, и кровушка пойдет. Я же исполнитель-то еще тот. Медведи, слон, они там на ухе. Джага-джага танцевали. Зато не скучно. Я проехал 155 километров после заправки. Сейчас была еще заправка, но решил не останавливаться, потому что вроде силы есть. Надо ехать. Мой казанский друг так и не догнанный. Мне кажется, он уже где-нибудь съезжает в Казань. Назовем это загадка малой Кубатуры. Сейчас табло электронное написало, что следующая заправка через 76 километров, а следующая только через 203. Вот это жестко. Но благо, что мне не понадобится. А может быть и понадобится. Короче, у меня через 94 километра съезд. Ну, 70 километров я в любом случае проеду, наверное. Хотя я сейчас так поднаваливал. Под песенки самоисполненные, что бензин как-то и подулетел. Не, 70 должен проехать. И пока на свете есть дороги, целый мир лежит тут наших ног. А пока солнце на востоке, я поеду прямо на восток. По дороге малегке, с желтой кляксой на стекле, мимо тротуаров и витринку, ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту, в точку Б из точки А, разгоняя облака, едет мой большой автомобиль. Эта песня была тестом на лояльность аудитории, потому что только преданный мне зритель сможет послушать такое исполнение, а не преданный быстренько выключить это видео. Ну и ладно. Вот эта машина стояла на заправке рядом. Я обратил внимание, что у нее задний номер весь чем-то заляпан. Ну, как будто бы заляпан. Я вот думаю, ну, наверное, конечно, он сейчас сэкономит на платной дороге, но если его остановят гаишники, его ждрюкнут по самой гланды. У него, по-моему, и передний номер такой же замазанный. Прямо от души чем-то забылили. Вот буквально за последний час меня дважды прилетело. Сначала прилетел камень, ну, по-моему, камень то, что светлая, что-то такое, я не успел рассмотреть, но довольно ощутимо мне в руку стукнуло. Болезненно даже было. А сейчас вот от фуры или что-то там они подняли, то ли гайкой, то ли чего, мне бабахнуло прямо в визор. Я вот думаю, те, кто ездят в майках и в этих шлемах, в открытых, а вам что, вот такое вот еще ничего не пролетало? Это ж будет больно по голому-то телу. Волнение нарастает, потому что один квадратик остался. Ну, правда, заправка должна быть километров через 30, а на 30 километров бензина должно хватить. Ну, в общем, волнение есть. Либо надо заправляться прямо на каждой, на каждой, либо надо просчитывать, когда будет следующее. Перехожу в режим эко. А что там говорят те, кто умеют экономить топливо, как-то надо за фурой встать в какой-то воздушный мешок, и там типа сопротивления меньше. Да ну нафиг, за фурой ехать неприятно и не видно ничего. О, замигал этот мой прямоугольничек. Интересно, сколько в бак заправится. Литров 18-19, наверное. А бак у меня 21. Ну, явно, что приеду на соплях. Кстати, вот обидно. У УТБ сейчас акция какая-то. Скидка на топливо от полутора тысяч, если заправляешься. А у меня нету столько объема бака, чтобы на полторы тысячи заправиться. Даже 21 литр, даже по 60 рублей, если это 1200, там, с копейками. А на полторы никак. А там какая-то хорошая скидка с литра. То ли 2, то ли 5 рублей, не помню. Здесь периодически в технологических каких-то съездах стоят оранжевые микроавтобусики. Возможно, это какая-нибудь помощь на дорогах. И если я обсохну, я смогу, может быть, вызвать техничку, и они мне привезут бензо. Кстати, микроавтобусы это солерсы, которые в Нижнем Новгороде собирают. Ну, вот как правильно читать? Чапары, Чапары, Чапары. Непонятно. О, служба аварийных комиссаров 2-3-2-3. Пристегнись. Пристегнись, пристегнись. Пристегнулся. Вот этот парень-то из Казани меня спросил, говорит, насколько тебе хватает бака? Я говорю, ну, в среднем километров на 300. А потом думаю, какие 300? Вот на платке, когда едешь постоянно на 150, то никаких 300, даже 250-то с трудом. Вот смотрите, сейчас 241 километр, я еду, кстати, без остановки, как заправился, так и шпарю. Ну, и вот 240 километров уже последний квадратик мельтает, а я, естественно, заправился под пробку, и поэтому никаких 300 не будет. 300 – это когда просто загородная дорога с периодическими ускорениями. Ура, 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 я вижу заправку. Наверное, все-таки надо купить какую-то экспедиционную канистру. Что это такое за волнения постоянные? О, даже с каким-то храмом. Фига себе, сервис все так разлинованно, раскрашено, прикольно. Как будто на границу приезжаешь. Да, было времена, когда приезжаешь на границу и поехал дальше. Ой, хоть жопу размять чуть-чуть. Ох, 247 километров без остановки. Ну, нормально я жахнул. В принципе, я никогда больше-то и не проезжал, чем 200, по-моему, за раз. О, колясочек, е-мое, колясочек. Может, скутерец в очередное путешествие поехал на грозе. Да нет, вроде это Урал. О, тут байкеров-то, е-мое, сколько. Так, 1866. Развелить на 247. 7,5, 7, даже 7,6. О, сколько народу. Что-то течет, вроде, или так надо? Течет, говорю, или так надо? А что течет? Да спереди что-то течет. Я стекло помогу. А-а-а. Ну что, все-таки мы встретились. Парня зовут Эдгар. Я вручил ему свой календарик, и он сказал, что, оказывается, меня даже смотрел про Альфу и про боксер. Мотомир Тесин. А вообще, все, кто едут по этой дороге, все собираются на заправках. Вот я в эти машины даже узнаю. Я их все обгонял. Так что, Эдгар, будешь смотреть, пиши там в комментариях, что привет мой получил. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Эдгар-то и пролил свет, почему пачками мотоциклисты едут оттуда. Они едут с фестиваля Суздальского. Если я ничего не путаю, то Михаил Торелла, наш любимый гитарист, поэт-песенник, тоже там был. Он мне, кстати, еще новых песен подаривал, поэтому будет звучать его песни, естественно, в моих видео. Так, ну что, съезжаем на Арзамас. Интересно, а про Арзамас есть какая-нибудь песня? Арзамас, Арзамас, накормите вы нас. Сижу такой на заправке, дай, думаю, проверю на сайте Росавтодора, сколько я им должен бабла. И там, значит, нужно ввести номер транспортного средства, телефон и почту. Я такой понимаю, что я не помню номер своего мотоцикла. Вот убей, госномер у меня вообще не запомнился. Потом думаю, что раньше времени-то смотреть? Нужно же выехать. Так же, как быстро у меня улетает бензин на платке, так же быстро у меня улетают карты памяти. Вроде старался особо ничего лишнего не снимать, но уже, блин, два часа куда-то ушло. Конец пластного участка. Счастливого пути. И вот здесь бы как раз еще бы написали бы, напомнили, что не забудьте оплатить. И где искать эту оплату? Нет. Зачем? Лучше подождем пять дней и вкатим штраф. Да? Будудоутс. Да, очень понятная аббревиатура. Ехал себе, ехал, никого не трогал, спокойненько ехал. А вдруг думают, дай-ка обгоню машину. Обогнал машину и в этот момент проехал табличку Warzamas. Смысл было гнать вообще непонятно. О, опять эти ребятки. Блин, наверное, они из-за меня остановились. Короче, мне нужно сфоткать табличку. И вообще, я сейчас хочу развернуться и поехать к той стели Арзамас, чтобы у меня Арзамас Арзамас был. Маршрут перестроен? Конечно, перестроен. Я же еду в обратную сторону. Вон она, эта палка. Ага. Хорошо. Теперь будет нормальная фоточка. А чего не сделаешь ради фоточки? Похоже, тут я не один разворачивался. Так, вот. Это же первый пункт моего плана, поэтому я его должен сфотографировать. Ну, вот он Арзамас. Я, кстати, у ребят обратно опять поехал, они там стоят, курят. Я подъехал, спросил, не ради ли меня, ли останавливались. Они говорят, вообще да. Я говорю, ну, выглядело, конечно, глупо. Люди остановились спросить, что случилось, а я от них сваливаю. Ну, объяснил, что просто пропустил табличку. Они поржали. Пригород любого города выглядеть может именно так. Я думаю, здесь ничего удивительного нет. О, котик. В Арзамасе котики такие же, как и в Питере. О, какие-то новые заправки. Ирбис. По-моему, я такие видел где-то. О, 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 куда-то мы заехали. Это железная дорога или... А, это железная дорога. Я думал, там какая-нибудь речка, реченька, река. Отель Арзамасский. А нам-то нужен люкс. Отель люкс у меня забронирован. Забронирован отель люкс. 1400 рублей койко-место. Ох, там люкс-люкс. Ну, а что, куда мне после люкс-кафе? Не в обычный же отель придорожный заселяться. Естественно, только люкс. Что-то как-то темнеет у них тут рано. Я привык к белым ночам, что еще до 9 вечера вообще солнце сияет. Ну, каких лежачих полицейских горбатых наделали. Еще волнует меня парковка у отеля. Мне кажется, это просто вот так будет выглядеть. Потому что, судя по фоткам, это именно так и выглядит. То есть, никакой своей территории у них нет. Хотя я в фильтры именно ставил отель с парковкой. Но, с другой стороны, обмана тоже нет. Парковка же есть? Есть. А никто не обещал охраняемую. Ну, может быть, хотя бы там камера на нее наставлена. Вон, Арзамас написан. Ленин. Здравствуйте. Зеленый городок-то. На мотоцикле-то мы можем и так объехать. Так, Леськовский мясокомбинат. Нифига себе. Я думал, только Великолугский бывает. А я прямо совсем уже почти приехал. Надо смотреть, что тут рядом. Куда идти за едой и за всем остальным. Плаза. Без Плаза-то как же? Без Плаза никуда. Бургер Кинг, НС, Пиворама. Вот раньше я бы сейчас в Пивораму забурился, конечно. В каждом городе пивка надо жахнуть своего местного. Ну, все. Уж три года, как ни жахаю. Становлюсь лучше. Не пойму. Че он мне крутит-то? А, мне надо на ту сторону, а тут просто не было левого поворота. А теперь налево. О, я не понял просто этот маневр. Че, этот поедет на красный и не поедет? Поедет, конечно. Так, проспект Ленина 198. Ну, и че, где мой люкс? Блин, это вот эта парковка, что ли? о, люкс, люкс-отель. Это, короче, просто оставляешь мотоцикл на улице и все. Вот весь люкс-отель. Ну, ладно. Но парковка же есть? Есть. А, вот тут написано второй подъезд, второй этаж, вход со двора. Люкс оправдывает себя. Главное узнать, куда у них окна. Вот такой вот номер. В общем-то, неплохо. Что у нас видно из окна? Так, вон мой бикер стоит. Его перегнать вот сюда, может быть? в этой поездке у меня будет меньше геморроя с отвязыванием-привязыванием сумки, потому что я ее посадил на фастексе. Если раньше мне нужно было стропы натягивать, просовывать их в пряжки, то теперь вот чик-чик-чик и сумка готова. Это облегчает жизнь. А еще у этой сумки есть ремешки, благодаря которым она превращается в рюкзак и можно нести в отель. Хотя вот все, что в ней есть, мне не надо, но оставлять на улице тоже не хочется. Хоть я, конечно, и накрою мотоцикл антивандальным чехлом. Так, надеюсь на добропорядочность арзамасцев. Сумочки-то у меня тоже кинетик-фан. Про них расскажу чуть позже. В свое время я хотел какой-нибудь оранжево-черный чехол, чтобы яркий был, а сейчас смотрю, серенький-то чехол делает мотоцикл очень неприметным. Так, что-то стоит, с асфальтом сливается. Надеюсь, они уснут. Продолжаем рум-тур. Я, короче, никакое белье особо не стираю, просто во время того, как я принимаю дужки, туда все течет, вода самая мыльная стекает с меня и освежевывается, и все выстрелом. Кстати, розеток только две, а я не взял разветвитель. Теперь думаю, зря. В номере только холодильник, чайника нет, есть только самый кулер. Холодильник, что-то непонятно, вроде не работает, а он не включен. и микроволновка на ресепшене. А я виноват, что ли, что некуда вешать? Кстати, пульт от телевизора дают вместе с ключом от номера. В общем, все, я постирал, готов к завтрашнему дню. Кстати, у меня же с собой еще есть кипятильник, поэтому не обязательно горелку доставать, можно забульбулировать кипяточкой так. Что еще важно, это обработать боты спреем от запаха. Не сильно помогает, но хотя бы что-то и поставлю их сушиться. Иначе через 30 дней они будут не то, что соперничать с кошачьим лотком, а опередят его по всем параметрам. Тяжелые, неудобные, но самые лучшие сушилки для ботинок. Перепробовал кучу всяких пластиковых с инфракрасным облучением и излучением. Нифига, вот самые лучшие сушилки такие вот. И раз уж речь зашла про борьбу с вонью, решил таки попробовать мастей Мурова. Бересневич еще рекомендовал, да и так часто мне подписчики тоже писали, что вот мастей Мурова. Но я, честно говоря, не хотел мазать себя. То есть я хотел дезинфицировать ботинки, я попробовал разные средства, борную кислоту какую-то засыпал вот недавно по весне, тоже ненадолго помогло. Ну и думаю, надо попробовать. Странно, а мотоциклетный номер-то нестандартный. Так, ну вот, 1092 1092 могли бы оплатить транспондером, но хрен вам, а без транспондера 1285. Ну ладно, что, это, по крайней мере, более гуманно выглядит, чем платка от Москвы до Питера. Оказывается, рядом с моим отелем вся мото-туса Арзамаса. Они тут в Бургер Кинг приезжают. Хочу посмотреть, поехать на собор. Сил уже нет, посмотрел, такси стоит 130, по-моему, 5 рублей, поэтому ждут такси. Ногами, может быть, в обратную сторону пройдусь. Ночная жизнь Арзамаса. Кстати, в отзывах-то к отелю писали, что задолбали эти всякие стрит-сракеры, спать не дают. Я верю. Эти-то ладно, эти не громкие, а вот те, которые на всяких красочах хреначат, то те, да, шумные. Ну, где мой Митсубиси Кольт? Затарился едой в Евроспаре. Тетенька на ресепшене такая простая в гостинице, говорит, типа, вы в магазин пойдете, мне тоже купите там что-нибудь? Я ее не купил, потому что когда я уходил, ее не было на ресепшене, поэтому прощелкала свои продукты. О, мой кольц. Ну вот, домчал до достопримечательностей. Ну, не до этой, конечно, я ехал-то вот на что смотреть. На собор. Оно вылез, а тут вот прям пельменное. А вон я иду. А знаете, что послужило катализатором, что я вот сюда пошел, потому что на самом деле я хотел остаться в отеле и уже никуда не ходить. В процессе борьбы с мандражом, как я уже вам говорил, я начал скупать всякие нужные и ненужные штуки. И вот среди этих нужных и ненужных штук оказался штатив октопус. Это такая штука, которую можно цеплять на разные столбы, заборы, в общем, куда угодно. И, собственно, именно поэтому, чтобы сейчас проверить этот самый октопус в деле и сделать ночные кадры с длинной выдержкой, потому что ночью нужно снимать с длинной выдержкой, поэтому нужно нам где-то зафиксировать фотоаппарат. А вот прямо здесь и зафиксируем. Ну и, собственно, вот он, этот штатив. Сейчас на него прикрутим камеру и будем снимать собор. Ну и вот, кому интересны параметры съемки, именно фотосъемки, то выдержка была 2 секунды, 3,5 и 3,2 секунды, а диафрагма 7,1, а ISO 200, меньше он не дает поставить. Это к тому, что не надо снимать ночью на ISO 100 тысяч, на выдержке 1,125 какой-нибудь, и на диафрагме 1,4. Нужно подзакрыть дырочку, выдержку подлиннее, а фотик на штатив. Сейчас попробуем прикрутить наш октопус на вот эту ограду. Вот так это выглядит. Отправляйтесь назад. Кстати, насчет сытого гуся. Я же купил сейчас еды в спаре, а в отель не заходил. Он у меня всегда с собой. Я сейчас вот тут на скамеечке присядываю и употреблю. Эти байкеры действительно повсюду и разрушают стрелкотней своих выхлопов тишину патриархальную. Немного непривычно мне после Питера видеть воскресный вечер центр города, а это соборная площадь и такая малолюдная, хотя время еще только 11 вечера. Редкие прохожие ходят, да редкие мотосракеры пролетают. Я думаю, что вряд ли кто-то догадается, почему я решил заехать в Разамас. Ну, кроме того, что это просто город, в котором я никогда не был, но есть еще одна причина. Когда в армии мы с взводом начали знакомиться только, то все начали естественно искать земель и рассказывать кто из какого города. И вот один парень был с Разамаса. И вот в общем-то я тогда запомнил, что он с Разамаса, я даже не знаю, где этот Разамас находится, и такой сейчас смотрю, Разамас мне по пути. Я думаю, во, надо заехать. То есть вот такая вот маленькая закладочка из памяти. Вот собственно и все. Вот я и посмотрел Разамас. Сгонял на такси туда-сюда и в ту сторону получилось все удачно, а в обратную сторону повторилась история, как у меня была в Перми. В Яндекс.Гоу ставлю забрать меня из точки там, где я нахожусь. То есть ни адрес, ничего, вбиваю, просто там, где я есть. Вот я туда ехал, меня четенько забрали вот там от входа в спар. А сейчас я нажал забрать, машина приехала, я машину не видел. Звоню водителю, водитель стоит с другой стороны где-то этой площади. В общем, нашлись, но было неприятно. Мотоцикл на месте, а теперь вот я что-то волнуюсь, пустят ли меня в отель, потому что эта тетенька, которая там на ресепшене, и мне кажется, она может завалиться, дрыхнуть, а я буду вот тут вот в округе наматывать круги. А мне холодно, потому что я в шортах. Ладно, будем надеяться на лучшее. Волнительный момент. Напряжение нарастает. Ура, ура, ура. Когда розеток мало, но я нашел еще одну. Как говорят, деньги не пахнут, но и розетки тоже не пахнут. Поставил камеру на термос, включил таймлапс, будет всю ночь снимать мне мотоцикл, ну и восход, вероятно. Заодно узнаем, насколько батарейки хватает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok